И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы сейчас проходим специальный тренинг по мануальному массажу и мануальной правке и воздействию на пустосвязочный аппарат и перейдем непосредственно к массажу шейно-воротниковой зоны сидя. Обычно мы делаем ее как продолжение спины, то есть когда человек лежит, он здесь просто подкладывает от себя руки, либо вот так подкладывает руки, лежа. В некоторых случаях нам нужно будет его посадить или, так скажем, в походных условиях даже лучше сидя делать. Я в свое время хотел организовать такую франшизу по офисам города, проезжаться с группой специалистов, ну там человек 5-7, да, и целый отдел, ну допустим, бухгалтеров, да, сидя, не отходя от рабочего места, массируем прямо на их столе, на их стульях. Есть вообще, в принципе, специальные стулья для массажа шейно-воротниковой зоны сидячей, там специальные подкладки есть под живот, под плечи, под руки. Если садится человек сбоку, мы в этом случае можем садить человека сбоку, да, дополнительно подкладываем подушечку, на которой он возлагает руки и голову, ну и раз грудная клетка перегибается даже вот туда, вот она уже перегнулся. Но сейчас мы такой вариант рассмотрим, когда человек сидит на стуле, как на коне. Соответственно, спинка стула для него является подпоркой для рук, входи сюда руки, если хочешь, можешь положить лоб тоже на руки. Во многом массаж похож на то же самое, что мы делали лёжа, но тут сейчас вот увидим некоторые дополнительные нюансы. Смотрим локти, как у нас, локти тоже задействованы. Так, вот, у нас достаточно широко открылась шея, шейный грудной переход виден, да, вот эти вот, c7, c6, ой, да, d1, d2 тут не сильно выступает. Чтобы ещё больше открыть, попросим человека чуть-чуть пошире руки вот так вот разжать, да. Ну и, в общем-то, все те же стандартные методы, да, мы сначала размазываем, размазываем масло, легко растираем, можно, в принципе, даже через одежду делать, если вы делаете на сухую, без масла. Показываю быстро, чтобы не останавливаться на вот этих уже знакомых нам нюансов, да, то есть мы растираем как, вот так вот руки ходят, да, потом вот так вот, после большого пальца и локоть, открытые ладони. Локоть методом роллинга, видите, с подкруткой такой, особенно обратно, когда идёт, он поднимает вот эту вот трапециевидную мышцу и назад с такой подкруточкой её отводит. То есть вот мы, после большого пальца, видите, захватив такой, делаем и мышцу отводим назад. Таким образом у нас получается по длине этой мышцы, ну, сколько, раз, два, три прохода, да, если мы работаем на понижение давления, да, то все движения у нас сверху вниз идут. Ну, и вообще, в принципе, на голове все движения сверху вниз. По рукам они уходят, по спине уходят вниз, сбрасываем. И дополнительно вот идём вот туда, мягко, по сосцевидно-ключично-грудинной мышце. Вот туда уходим и по грудной клетке вот с этой стороны вот так вот разглаживаем туда в подновичную впадину. Тут уже вот медленно делаем. И вот эти вот приёмы уже делаем аккуратно. По ушным раковину тоже туда. И от висков спереди. Захват от обородок тоже вот туда. Подключиться вот сюда, к временному впадине. Здесь вот так немножко пропульсировали. Подключиться чуть-чуть пропульсировали легонечко. И опять вот туда вывели. Всю шею промассировали точно так же, как мы обычно делали лежа. Подняли мышцы, растрясли их, подняли, растрясли. И сосцевидные отростки не забываем. Пальчиками их проходим, круговыми такими движениями. И вот вспоминаем, как мы делали такой приём, когда пружина такая на растяжение. Опять впервые, включиться в окровенный отросток и продавили, вытягивали шейные мышцы. И теперь круговыми движениями достаточно глубоко, теперь ли видными такими, да? По всем этим мышцам проходимся назад. Далее попросим человека выпрямиться, голову оторвать от рук. И теперь мышцы, вот элеватор скапулус, мускулус, да? Мы её от шеи, от остисток отростков, пытаемся как бы отодвинуть. За счёт поворота головы головы. Поворачиваем голову и мышцы ещё дальше. Вот, отрываем её. Мышу голову даже больше наклонять. И мышцы отрывать. И так же и в другую сторону. Вот, в этом случае у нас голова поворачивалась вот так. Ротация была в эту сторону с нашей экстензии. А теперь ротация, ну, допустим, в ту же сторону, только с флексией. Это вперёд, получается, вот сюда. И мы так же вот эту мышцу отрываем. Обтягиваем теперь её на растяжение. Упираясь в затылок. И вот эта сторона. Вот я прям захватываю её, да? И пытаюсь от головы её, от костей оторвать на растяжение. Покрутили голову. Также можно протестировать лёгкими такими движениями по боковым отросткам позвоночников, да? Вот они под лестничными мышцами как раз находятся. Понаклоняли голову вот так вот влево-вправо, да? Покивали ей, щупая и чувствуя подошвечками пальцев, да? Как они относительно друг друга ходят. И на вращение. В данном случае, вроде бы, у данного человека всё на месте. После наших предыдущих приёмов, да? Всё хорошо. Всё отлично. А теперь расслабляем трапециевидные мышцы достаточно жёстко локтями. То есть берём уголком локтя, прям остриём, да? Всю эту мышцу продавливаем достаточно глубоко до аккормиального отростка. От начала изгиба шили, да? До аккормиального отростка. И обращаю внимание на вот эту точку. Потом вот на эту точку, которая идёт к уголку лопатки. Получается, вот эта зона, она такая вот у нас, вот так она идёт, достаточно такая. Часто у людей бывает именно она зажатая и проблемная. То есть прямо вот сюда раз и впиваемся к локтям. Техника шиатсу. Уходим ниже. Техника шиатсу. И ещё отсюда вот так вот продавливаем. Доходим до этого места техника шиатсу. Ну, шиатсу, помните, да? Это точечная техника, когда мы в болевую точку или акупунктурную точку ввинчиваемся. И вывинчиваемся. Если она получается ввинчиваться, да, то хотя бы там идёт с фибрацией. Вот опять же, вот эти все точки можно пройти с фибрацией. Как мы лёжа делали, да? Ну, то есть шейно-воротниковая зона, в принципе, включается ещё и до лопаток. Здесь трапециевидную мышцу идём по её росту, то есть вдоль волокон. Видите, тут получается снизу. Здесь сбоку, здесь сверху вниз. Кулачком провибрировали, протянули её. И дальше такой приём. Ну, в принципе, это из релизинга. Когда мы берём эту мышцу целиком широко, всю, практически вот, от шеи до аккромиальной отростка, и оттягиваем назад, тянем, медленно, медленно. Она как будто бы вот выкатывается у нас из-под рук. Таким образом фасции распрямляются, растягиваются и расслабляются. Здесь хорошо было наклонить. Можно лапу леопарда взять. Так же, вот, тянем. И на растяжение вдоль. То есть не только поперёк мыли, да, но ещё и вдоль. То есть растянули поперёк и вдоль. Получается такое вот движение интересное. Я, конечно, быстро показываю, но мы сейчас будем всё отрабатывать на живой натуре. И всё это досконально поймём. Проверяем опять сперлевидные движения здесь вот, вдоль остистых отростков, да. Тем самым мы ещё и тестируем, где они ротированы, где сдвинуты. Ну вот чуть-чуть вот эти два позвонка, они сдвинуты сюда, влево получается. Теперь, допустим, голову прямо и немножко голову вытягиваем вверх. Захватываем за уголок выпирающей косточки черепа, да, чтобы голову чуть-чуть была вот так накладена назад. И вытягиваем, соответственно, вверх. То есть упор в плечи, а руки тянут вверх. Ещё раз расшатали голову, расслабили и вверх. Раз, два, три, четыре, пять. После всех приемов отработываю лимфу. Тянули вот туда в подмышечную впадину. Ну, ещё раз скажу, что таком мультурных точек много, они идут параллельно, да, вот так вот такими рядами. И они как раз повторяют лимфатические сосуды, которые так вот так вот уходят и идут туда в подключечную впадину. Поэтому мы достаточно жесткими движениями помогаем человеку эту лимфу прокачать туда вниз. И, соответственно, это очень хорошо дополнительно добавляет от головной боли и от повышенного давления. Есть точки, как я уже говорил, да, вот линия волос, да, на базу бровей, изгиб такой, да, вот тут вот есть точка. Посередине, вот этого кусочка, посередине точка и сверху точка. Дальше точки у затылочного отверстия с боков, вот их достаточно сильно можно проработать. И все сосцевидные отростки, которые к шею подходят, достаточно сильно их проминаем. Проработали. Ну и, как правило, как мы заканчиваем, да, это вот схватили нож и протрясли её. Протрясли, расшлёпали. Можно даже по голове. Это такая хорошая встряска. Человек просыпается, трезвеет. Вакуумный хлопок, да, вспоминаем. Удар кулаками достаточно такой мощный, по ключицам, по лопаткам, по холке, по трапециевидной мышце. И можно даже сделать такой не жёсткий, да, а хлёсткий. Так, кулачок расслабили чуть-чуть. Вот, дальше можно перейти к аппаратным методам, или у вас есть какие-нибудь там колющие, режущие приборы, типа, которые там дополнительно стимулируют. Да, но мы сейчас говорим про ручной массаж, поэтому как бы на этом мы останавливаемся. И считаем, что тело человека подготовлено к дальнейшему манипуляции мануального, которую мы будем проделывать, вот, примерно так, в следующем видеоролике, в следующих уроках. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал. Олег Аллахгудин вас всему намучит. А мы дальше проходить будем всё это на живой натуре, отрабатывать и применять на практике сразу в понедельник дипломированными специалистами в дело в работу. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok